Диагноз коронавирус Казахстан призвал жителей региона соблюдать меры безопасности. К слову, сегодня в крае вводится обязательный масочный режим. Всем, кто будет выходить на улицу и посещать общественные места, необходимо носить индивидуальные средства защиты. С 18 мая на Ставрополе действует обязательный масочный режим. Защитные маски нужно носить при любом выходе на улицу, в том числе в общественном транспорте, в магазинах и аптеках. Как будут контролировать эти меры, обсудили на заседании Краевого координационного совета. Губернатор Владимир Владимиров поручил организовать серию проверок. Они пройдут в автобусах, местах торговли, а также в организациях, которые сейчас продолжают работу. Глава региона рассказал, нарушение санитарных правил на одном из предприятий переработки едва не привело к остановке производства. Нынешние эпидситуации в ношении масок – насущная необходимость, подчеркнул Владимиров. Масочный режим продлится в крае до 1 июля. На Ставрополье начали принимать заявления на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Ежемесячное пособие на каждого ребенка составит почти 5000 рублей. Сами выплаты стартуют в июне. Получить поддержку из регионального бюджета могут семьи, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Это 9550 рублей. Около 2000 семей уже оформили заявки. Сделать это можно дистанционно через портал Госуслуг или лично по предварительной записи в МФЦ и органах соцзащиты. В этом случае следует обязательно надеть маску. Заявления будут приниматься до конца текущего года. Так что торопиться воспользоваться своим правом как можно быстрее не обязательно. При любом сроке подачи заявления расчет выплаты будет вестись с января текущего года для детей, которым к началу года уже исполнилось 3 годика. Для детей, кому 3 годика исполняется в этом году, расчет будет вестись с месяца их рождения. Ежегодно 17 мая в России отмечают День детского телефона доверия. В рамках юбилея на Ставрополе пройдет специальная акция в дистанционном формате. Она включает в себя Олимпиаду для школьников и флешмоб, который организуют в социальных сетях с 18 по 30 мая. Его участники разместят на своих страницах тематический пост или видеоролик с названием «Я доверяю». Ставропольских аграриев спасут от засухи искусственными дождями. Вызывать воду с неба будут специальным реагентом, распыленным с воздуха. Из резервного фонда на эти цели выделят 40 миллионов рублей. Ожидается, что долгожданные дожди наконец пройдут на общей площади в полмиллиона гектаров. Благо поможет сохранить урожай в наиболее пострадавших от засухи территориях. Распылять реагенты над облаками в ближайшие дни начнут самолеты из Московской обсерватории. Центральная логическая обсерватория в городе Москве, то есть она работает уже не один год. Обычно она работала в Москве по разгону туч, то есть на Парад Победы на 9 мая. В текущем году они тоже планировали проводить эти работы. Соответственно, раньше мы не могли это самолеты сюда и вызвать. Нужно, чтобы облачность была с осадками, то есть уже содержала в себе влагу. И после воздействия на него реагентами, это йодистое серебро, происходит увеличение осадков на 10-30%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова